Я приветствую вас на своем канале. Сегодня вас ожидает очередная порция туристических новостей. И прежде чем мы приступим, я бы хотела, конечно же, поздравить вас с майскими праздниками, пожелать вам самого отличного настроения и побольше классных незабываемых путешествий. Ну а мы начинаем. Итак, я думаю, многие из вас уже слышали новость от авиакомпании Аэрофлот о том, что она собирается возобновить полетную программу по направлению в Турцию. Планирует она это сделать уже 6 мая. В частности, заявлено два маршрута Москва-Анталия и Москва-Стамбул, которые будут осуществляться дважды в день на ежедневной основе из аэропорта Шереметьево. Дважды в день самолеты будут летать и по направлению в Стамбул, и по направлению в Анталию. Как заявляется, уже сейчас можно увидеть в системе бронирования билеты абсолютно на каждый день, начиная с 6 мая, вплоть до конца октября. Конечно же, очень многие в туристическом сообществе обрадовались этой новостью, но в то же время начали задаваться вопросом, действительно ли авиакомпания Аэрофлот сможет полететь в Турцию, и вообще на какие цены билетов стоит рассчитывать. Эксперты уже подготовили для нас ответы на эти вопросы. В частности, если рассматривать первый из них, почему же Аэрофлот настолько уверен, что без проблем сможет летать в Турцию, здесь специалисты рекомендуют нам обратить особое внимание на тип самолетов, которые будут задействованы авиакомпанией. А это широкофюзеляжные самолеты Airbus A330, которые, кстати говоря, могут летать на дальние расстояния. К примеру, чтобы вы понимали, именно такие самолеты используются для рейсов на Шри-Ланку или, скажем, на Мальдивы. Вот что говорит эксперт, цитирую. Эти аэробусы находятся в собственности у нацперевозчика, поэтому их не получится задержать за рубежом из-за претензий иностранных лесоров. Как я уже отметила выше, такие лайнеры имеют достаточно большую дальность полета, а это означает, что они могут недозаправляться в аэропортах Турции и тем самым снизить риски каких-либо вторичных санкций. Кстати говоря, вы помните, в прошлом ролике я с вами подробно говорила о том, что Минтранс не согласовал с турецкими авиалиниями 70% квот на рейсы. В частности, на рейсы из Москвы в Анталию и другие турецкие города. Так вот, эксперты уверены, что такое решение было принято как раз-таки в пользу аэрофлота, чтобы эти квоты достались именно российской авиакомпании. Итак, нам все-таки понятно, что аэрофлот действительно полетит в Турцию. Ну а какие дальнейшие перспективы ожидают авиакомпанию? Цитирую слова эксперта. По состоянию на середину марта этого года в собственности аэрофлота находилось как минимум 10 Airbus A330. По результатам заседания Совета директоров нацперевозчика объявлено о намерении досрочно выкупить 8 таких самолетов по сделкам финансового лизинга. В начале месяца Евросоюз разрешил завершить их, ослаблив санкции. А это означает лишь одно, что авиакомпания Аэрофлот продолжит восстанавливать свои полетные программы за рубеж. В частности, специалисты уверены, что вслед за Турцией последуют полетные программы и по направлению в Арабские Эмираты, и по направлению на Сейшелы. А что же с ценами на билеты у авиакомпании Аэрофлот по направлению из Москвы в Анталию и из Москвы в Стамбул? А цены удивительные, причем в хорошем смысле. Так, если вы зайдете на сайт бронирования Авиасейлс и посмотрите, к примеру, вылет из Москвы в Анталию и обратно на вторую часть мая, то увидите достаточно приятные ценники. В среднем можно купить билет в обе стороны за 21-22 тысячи рублей. К примеру, если посмотреть вылет из Москвы в Анталию 21 мая, а возвращение 28 мая, то мы увидим, что стоимость билета без багажа составляет 21 640 рублей. Но даже если мы приплюсуем багаж, который стоит чуть более 6 тысяч, то мы увидим, что этот ценник все равно будет значительно ниже тот, что у Аэрофлота, чем у других авиакомпаний, таких как Red Wings, Azure Air, Carindon Airlines, и уж тем более билет у Аэрофлота сейчас обходится намного дешевле, чем у тех же турецких авиалиний. Если же посмотреть билеты и на июнь месяц, то можно увидеть подобную картину, что билеты стоят несколько дешевле, нежели у других авиаперевозчиков. И, конечно, закрадывается вопрос, почему у Аэрофлота сейчас такие дешевые билеты. Как комментирует ситуацию эксперт? Можно предположить, что играть на понижение приходится из-за нескольких факторов. Во-первых, Аэрофлот открыл продажи совсем недавно, в пятницу 29 апреля, поэтому еще физически не успел достичь приемлемой загрузки, которая позволила бы продавать билеты по более высоким тарифам. Во-вторых, первый вылет намечен на 6 мая и еще не состоялся. Сейчас для многих это один из ключевых критериев, от которых зависит решение. Покупать билет или тур. Чтобы пассажиры увереннее бронировали перевозку Аэрофлота, его самолетам нужно слетать в Турцию и успешно вернуться без задержаний и других накладок. Какой вывод мы делаем? Билеты относительно недорогие, потому что о полетной программе было объявлено буквально на днях. Кроме того, сейчас Аэрофлоту нужно привлечь как можно быстрее, как можно больше пассажиров. Ну и, конечно же, очень многие пассажиры пока не покупают билеты, ждут, когда же состоится первый вылет 6 мая, чтобы посмотреть, случится ли что-то с самолетом или нет. Но, как мы уже с вами обозначили выше, эти самолеты авиакомпания выкупила в собственность. Кроме того, они могут летать на дальние расстояния и дозаправка в аэропортах Турции им не потребуется. Ну что, ждем 6 мая. Посмотрим, получится ли у авиакомпании Аэрофлот беспроблемно слетать в Турцию и вернуться обратно. Как только об этом станет известно, я вам обязательно сообщу. Ну а мы переходим с вами к следующей не очень-то приятной новости. К сожалению, туристов вновь постигло разочарование. Внезапно, негаданно, те туристы, которые должны были лететь в Турцию на турецких авиалиниях, в итоге получили самолет совершенно другой авиакомпании. Конечно же, по качеству на уровень ниже, если не на два уровня. И это дочерняя авиакомпания Турецкие авиалинии Анадолу Джет. Давайте же с вами более подробно разбираться в этой ситуации, посмотрим, что произошло и что это за такая внезапная подмена турецких самолетов. Итак, с чего же все началось? 29 апреля туристов из Челябинска по направлению в Анталию должен был забрать самолет Турецкие авиалинии. Но внезапно прилетел самолет авиакомпании Анадолу Джет. После этого турагенты начали тщательно отслеживать все рейсы, смотреть, какие авиакомпании прибывают, какие самолеты забирают туристов. И поначалу казалось, что это всего лишь единичные случаи. Но нет, нет. То же самое повторилось уже с туристами из Перми, которые также должны были вылетать 30 апреля по направлению в Анталию. Похожая история повторилась и в Казани. Вместо турецких авиалиний снова Анадолу Джет. Туристы, естественно, были разочарованы. На борту не откидывались пассажирские кресла, а во время полета путешественникам не предложили горячее питание. Кроме того, и нормы багажа у авиакомпаний различаются. Если у турецких авиалиний это 30 килограмм, то у Анадолу Джет всего 20 килограмм на человека. То есть получается, что туристы платили больше именно за турецкие авиалинии. Стоимость билета, который входит также 30 килограмм багажа и горячее питание, конечно же, и уровень сервиса на турецких авиалиний намного выше. А Анадолу Джет это дочерняя компания турецких авиалиний, которая считается лоукостером. И, конечно же, очень многие-многие туристы, которые оказались в такой ситуации, были разочарованы. Если кто-то из вас оказался в точно такой же ситуации, за вами прилетел другой самолет, обязательно напишите свою историю в комментариях, ведь нам очень важно получать всю информацию из самых первых рук. Очевидно, неприятная ситуация, туристы платили за большее, получили меньшее. Но что самое интересное, сейчас не сам авиаперевозчик, не сами туроператоры вообще никак не комментируют подобную подмену самолетов. Ну что, будем ждать разъяснений, возможно, в ближайшее время они появятся. Мы идем с вами дальше, хотела вернуться к теме отмены ношения масок на территории Турции. Я вам уже в одном из прошлых роликов говорила о том, что маски отменили. Единственное, где их продолжают требовать носить, это медицинские учреждения и общественный транспорт. Хотя, если честно сказать, я недавно ездила на общественном транспорте, и никто в масках там не сидел. Но это уже, как говорится, так дела обстоят на месте. Тем не менее, пока требования есть. И, конечно же, у многих туристов возник вопрос, касается ли отмена масок всего общественного транспорта, либо есть какие-то исключения. И да, действительно, если мы почитаем циркуляр Минздрава, то мы увидим, что там говорится только о наземном транспорте. Сам министр здравоохранения Турции подчеркнул, что в самолетах теперь не обязательно носить маски. Туристы могут это делать по желанию. Цитирую его слова. Такие пассажиры должны защищать себя маской там, где они видят риск. С другой стороны, в маске обязательно должны быть люди с любыми симптомами инфекции верхних дыхательных путей, чтобы защитить от потенциального заражения окружающих. Напомню, ранее глава авиакомпании Турецкие авиалинии заявляла о том, что уже пора освободить пассажиров от обязательного ношения масок, потому что все уже от этого устали. И вот сейчас последовали разъяснения в самолетах, не обязательно теперь этого делать. А помните, как еще совсем недавно было строго с этими масками на борту самолетов, в частности и на бортах турецких авиакомпаний. Вот теперь послабление, можно не носить маски. Кстати говоря, интересно, что научный комитет по борьбе с коронавирусом, который работал в Турции 27 месяцев, приостановил свою работу. В Минздраве Турции считают, что пандемия постепенно отступает, и контроль за общественным здравоохранением может вестись в обычном режиме. Это были все новости на сегодня. Еще раз хочу поздравить вас с майскими праздниками, пожелать вам отличнейшего настроения. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.